всем привет сегодня мы решили сделать еще одну вылазку в лес за грибами и сейчас я вам кое-что покажу то чего я не собираю но их очень любят местные вот пожалуйста смотрите вот эти грибы парасольки вот парасольки я не знаю как их готовить мне рассказывали что их нужно собирать аккуратно когда они еще шапки не совсем раскрытые у этих парасолек и их делают как в кляре в панировочных сухарях и выкладывают на сковородку мы получается как раз что-то наподобие мяса на гриле вот так вот мне рассказывали местные вот еще парасольки стоят говорили вот они очень вкусные попробуй честно сказать ребята я не знаю я привык собирать то в чем я на сто процентов уверен это подосиновики подберезовики белые грибы лисички рыжики опята маслята ну все остальные грибы я просто напросто обхожу стороной и я никогда их не сбиваю не ломаю просто обхожу стороной потому что помимо меня здесь есть еще другие люди которые хотят собирать грибы это раз а второе животные которые живут в лесу тоже хотят поесть вот это у нас семейство ложных рыжиков мы их никогда не собираем а вот многие местные товарищи утверждают что это вкусные грибы когда его срезаешь он выделяет белое молочко естественно горькое противное честно сказать я таких грибов побаиваюсь а вот еще грибочки которые растут на древесине на поваленной древесине на нормальных деревьях они у немцев называются фиферлинги то есть как по-нашему вешенки ну я не знаю вешенки можно сразу жарить и есть но моя-то цель сегодня совсем другие грибы я все-таки решил взять эти вешенки с собой чтобы сделать соленую баночку этих грибочков будут еще возьму еще ну а вот наш первый первый подосиновик сейчас мы его в корзиночку положим вот такой красавчик у нас сейчас мы этот грибочек положим в корзинку и как говорится с почином вот посмотрите в каком лесу мы собираем грибочки тут лиственный лес дальше идет выше по горе смешанный и вот там можно найти боровики но белые грибы мы собирали в другом лесу совершенно в другой местности вот опять у нас парасольки снимают их мы их брать конечно не будем домой но они срезают отрывают так вот лапку ну у него такой характерный сыростно дождевой запах если кто-то сомневается можно лизнуть естественно горечи никакой нету этого парасолька и вот только шапки они готовят здравствуйте собака собака здравствуйте вот готовят только шапки обрабатывают их как-то там в панировочных сухарях и жарят но мы их увы жарить не будем будем искать дальше грибы вот если бы мы вышли в лес с определенной целью допустим собрать парасолик то естественно парасолик мы бы фиг нашли зато другие грибы было бы немерено а так как мы вышли собирать благородные грибы то их сейчас встречается очень и очень мало но зато парасольки блин на каждом шагу стоят как по закону подлости ну вот смотрите сами хотя у меня в корзинке правда немножечко вот есть подосиновиков вот девешники а дальше будем смотреть мы ведь пришли только 20 минут назад о нашел хотел камеру выключать смотрите 1 подосиновик вон там 2 подосиновик так что будем срезать вот сейчас я нашел 1 2 3 3 где-то 4 4 под веткой нет 4 4 подосиновика естественно их сначала проверяю перед тем как срезать если они мягкие шляпки то уже брать их не стоит потому что спал он еще 5 гриб стоит 6 потому что спороносицы есть открыто это гриб уже может становиться условно съедобным то есть при неправильном подходе к приготовлению этих грибов можно отравиться но мы с вами травиться же не желаем поэтому мы будем очень аккуратно обходиться с тем что мы видим в лесу кстати вот тут вот недалеко я видел лежанку косуль ночью ночевали они там штук семь или восемь было и прямо из-под ног у меня вылетел заяц огромный я сначала потому что моя собака божака позвала это заяц но он раза в раза в два то есть три больше чем моя собака но если бы он на нее нарвался он бы его растоптал вот так сейчас я срежу грибочки и мы продолжим из шести найденных подосиновиков я взял только три потому что другие три они уже были шляпки очень мягкие естественно но срывать гриб который уже начал портиться это во-первых неправильно а во-вторых как я говорил здесь достаточно зверя которые приходят сюда вернее живет в этом лесу но эти места приходят для того чтобы поесть тех же самых грибов подосиновики нашел такие красавчики а какие красавцы есть классно вот еще один вот этот красавчик я все-таки оставлю для зайцев потому что у меня шапка начала уже чуть-чуть покрываться плесенью и он испортит всю заготовку нашу все что мы собрали начали маринователи выпаривать поэтому пусть он лучше стоит в лесу еще один маленький да удаленький вот такой красавчик чистенький хорошенький друзья если вы выбрались в лес даже не просто за грибами а просто погулять посмотрите какая прелесть чистейший воздух природа заряд бодрости и энергии с выходных дней на всю следующую неделю а вон там у нас около елочек еще грибы сейчас мы их соберем вот вот какой красавчик у нас тут растет посмотрите так тут у нас уже его поели слизняки но тем не менее вот так баба не ты пришла проверять что ты пришла проверять тут есть еще грибочек бабок на прижало бабака убежака вот такой грибочек у нас тут еще есть сейчас мы его соберем по теме волнушек и вон там сыроежек когда-то я читал в книге как их готовить солить во первых их нужно вымачивать в молочной сыворотки в течение суток чтобы с них ушла абсолютно вся горечь потом после этой молочной сыворотки нужно аккуратненько промывать почему аккуратненько потому что очень ломкие грибы и только потом их засаливают в бочках с дубовым листом вот еще сырояги в бочках с дубовым листом их засаливают на зиму но я пришел сюда не за сыроежками я пришел сюда вот за такими зверями даже маленькие в баночке да с маринадом зимой то на новогодний стол офигительная вещь так а кто это у нас такой вот такой у нас красавчик еще один хороший лишнее мы сейчас срежем остальное возьмем себе есть еще один дальше идем вот это вот мохнатая жопа только что чуть не раздавила вот такую красоту посмотрите какой красавчик это мухомор кстати о птичках там где мухоморы водятся белые грибы и боровики ну вот посмотрим еще раз на кого красавца обалденный хороший красивый зверь гриб и идем искать боровики вот такой вот красивый вот такой вот крепкий толстенький вот такой вот крепкий толстенький боровичок кстати слова о том что рядом с мухоморами растут боровики оправдывают себя ну давайте посмотрим что у нас в корзинке а в корзинке у нас вот что корзинки у нас вон там несколько подосиновиков это в основном боровики вешенки ну не скажу что тут два килограмма чуть меньше но мы ведь только пришли грубо говоря мы тут только один час а вот еще грибочки вот еще хорошие красавчики аккуратненько срезаем один второй да а вон там за елкой еще несколько штук и блин как эта колючка какой-то австралийский кактус меня укусов ну что двухлитровая банка маринованных грибов нам сегодня обеспечена какая мягкая тут мушистая кстати о птичках собака пробежала и сбила гриб молодец некоторые грибники идут за грибами рано утром на рассвете я никак не могу понять почему наверное потому что в лесу мало грибов а грибников очень много и каждый хочет урвать как можно больше грибочков ну вот например рядом со мной вот такие вот грибочки они похожи на рыжиков но это не рыжики хотя запах у них такой характерный земельный свежий сыроват а грибной не знаю не знаю честно сказать не знаю поэтому тут их много но собирать их не буду потому что у меня они не вызывают доверия как съедобные грибы я насобирал уже ну почти пол корзины грибов как я уже говорил вешенки подосиновики боровики вот боровики хорошие классные боровички сейчас идем дальше собирать сколько сейчас времени два часа всего там и здесь полтора часа одна корзинка уже почти полная вторая вот потому что она огромная на 15 килограмм корзинка вторая пока еще не полная но на собираем потом будет отчет по грибам вот хороший боровичок а вот еще молода удал с длинной ножкой красавчики обалденные грибочки обчищаем вот такие у нас грибочки вот так вот нежданно-негаданно идешь собираешься выходить из лесу фигак целая куча грибов просто круто ну вот наш сегодняшний улов одна корзинка вот столичка у нас грибочков хороших подосиновиков он боровички здесь у нас вешенки боровики немного подосиновиков он даже мотылек решил прокатиться у нас в корзинке а вот пенек около которого мы и решили отдохнуть тут у нас трутовички и вот такой грибочек растет прям на пеньке вот главная охотница за трюфелями которых нифига здесь нету да бака ну вот и все наш сегодняшний поход за грибами можно сказать уменьшался успехом мы собрали достаточное количество грибов чтобы опять сделать чистых 2 2 литровых банки следите за обновлениями на нашем канале дальше будет только интереснее и интереснее как про сказочный лес чем дальше в лес тем чудесатей и чудесатей всем удачи пока